Всем привет, с вами ВКИНО! Сегодня мы разберём сюжет мини-сериала 2020 года «Самая опасная игра». Додж Тайнс с надеждой ожидает приглашения к руководителю фонда Тиро. Додж – инвестор, который неудачно вложил все свои сбережения в строящуюся высотку Кэррингтон в Детройте, которая оказалась очень плохим активом, и от которой он теперь никак не может избавиться. Мужчина по уши увяз в долгах. Кроме того, его жена Вэлл беременна первым ребёнком. Секретарь провожает посетителя в офис руководителя Майлза Селларса, который откуда-то знает об ужасном финансовом положении парня. Руководитель предлагает посетителю сыграть в очень опасную игру – настоящую охоту, в которой сам Додж выступит жертвой. Парень сначала отказывается, но Майлз убеждает его, так как на кону стоит огромная сумма призовых. За несколько дней до этого Додж, как обычно, совершает свою длительную утреннюю пробежку. В университете парень был лучшим бегуном, и сейчас он каждый день продолжает упорно тренироваться. Вот только в последнее время Додж стали мучить сильные головные боли. Дома у парня происходит очередной приступ, который заставляет его скорчиться от боли. Несмотря на ужасное финансовое положение, Вэлл во всём поддерживает супруга и верит, что у них всё получится. Вечером пара идёт в небольшой бар, который принадлежит Лугеру, лучшему другу Доджа. Лугер также вложил почти все свои сбережения в неудачный проект Доджа, но он не винит товарища, прекрасно понимая, что сам пошёл на этот риск. На следующий день Додж во время очередного приступа падает прямо на дороге. Парня увозят в больницу, где врачи сообщают пациенту, что у него неоперабельный рак мозга, и ему осталось жить совсем недолго. К сожалению, у Доджа нет страховки жизни, так как он расстался с ней, чтобы рассчитаться с долгами. Медбрат даёт Доджу визитку фонда Тира, который помогает таким же, как он неизлечимо больным людям. Услышав страшный диагноз мужа, Вэлл начинает рыдать, а Додж не знает, что ему теперь делать. Действие возвращается в настоящее время. Майлз объясняет Доджу правила охоты, которая продлится 24 часа. Каждый час, пока парень сможет оставаться в живых, на его счёт будет поступать всё большая сумма денег, начиная с 50 тысяч долларов в самом начале игры. К концу охоты общая сумма призовых составит 25 миллионов долларов. Всего будет 5 охотников, однако Додж не будет знать их лица и имён, так что опасность может поджидать его отовсюду. Причём все убийцы могут охотиться на жертву одновременно. Нельзя остановить игру, нельзя никому рассказывать про охоту, также нельзя покидать Детройт. Нарушение правил повлечёт за собой неминуемую смерть. Охотники могут использовать любое оружие против Майлза, кроме огнестрельного. Даже если жертва погибнет, его семья получит все заработанные деньги. Додж берёт день на раздумья, попытавшись при этом продать за бесценок недостроенный небоскрёб инвестору Джерри Пирсу, но мужчину не интересует столь сомнительная инвестиция. Рано утром парень врёт жене, что Джерри Пирс купил его небоскрёб, и выходит на пробежку. А сам вместо этого встречается с Майлзом в кафе. Мужчина отбирает у Доджа его телефон, но оставляет таблетки. Майлз даёт парню другой телефон, который отправляет его координаты охотникам раз в 15 минут. Игра начинается в 6.46 утра, и жертва сразу же выбегает из кафе, так как охотники уже рядом. Вэлл с удивлением видит дома, что насчёт мужа пришли 50 тысяч долларов. Первый охотник, высокомерный британец Никсон, настигает парня в туалете. Но Додж отталкивает его и выбегает в здание торгового центра, только чтобы быть схваченным вторым охотником Рейганом. Вэлл случайно узнаёт, что Пирс так и не купил небоскрёб мужа, и понимает, что Додж влип в крупные неприятности, после чего звонит Лугеру с просьбой помочь. За Доджем по пятам следует Коннелл, помощник Майлза, который уничтожает все улики после каждой схватки охотников и жертвы. В то же время сам Майлз постоянно отслеживает местонахождение жертвы и даёт команды своему помощнику в зависимости от того, передвигается ли тот пешком или использует какой-либо транспорт. Никсон атакует Рейгана, не собираясь отдавать жертву, которую он заметил первым. Додж, пользуясь подвернувшейся возможностью, убегает от охотников и прячется в церкви неподалёку. Парень решает исповедоваться священнику в своих грехах, понимая, что его часы сочтены. Вэлл и Лугер приходят в банк, чтобы узнать, кто переводит крупные суммы насчёт Доджа, но менеджер ничем не может помочь клиентам. Вэлл никак не может дозвониться до мужа. Тогда Лугер вызывает копов, которые объясняют, что парня можно будет подать в розыск только через сутки после исчезновения. В церкви Додж нападает на подозрительного посетителя, решив, что это очередной убийца. Вот только охотникам на самом деле оказывается переодетый священник по имени Картер. Охотник нападает на парня с молотком, и двое вступают в ожесточённую схватку. Доджу удается заблокировать руку охотника, а затем запереть его в небольшом помещении. Однако Картер успевает серьёзно ранить ногу парня молотком. Коннелл не имеет права вмешиваться в ситуацию, он лишь докладывает боссу о произошедшем. Из-за серьёзной раны Додж больше не может бежать и пытается затеряться в толпе болельщиков, покидающих стадион. Никсон замечает парня, но тот успевает запрыгнуть в багажник машины, которая тут же трогается с места. Дома Вэл обнаруживает визитку фонда Тиро. Додж понимает, что автомобиль скоро покинет территорию города, что станет нарушением правил. Парень сильно бьёт по заднему сиденью машины, заставляя водителя остановиться. После короткой стычки с водителем Додж извиняется за своё вторжение и уходит. Парень угоняет такси на заправке и окончательно выбившийся сил едет домой. Однако прямо у порога на него нападает байкер с монтировкой. Вэл видит, что за её мужем гонится какой-то псих и трясущимися руками набирает номер Лугера. Додж пытается скрыться на такси, но байкер быстро настигает его, запрыгивает на ходу в машину и собирается задушить жертву. Тачка на полном ходу врезается в препятствие, что заставляет байкера вылететь через переднее стекло. Додж выходит из машины и понимает, что за рулём мотоцикла сидел Картер, который корчится на земле от боли. Несмотря на травмы, темнокожий мужчина угрожает убить парня и изнасиловать его жену. Додж приходит в ярость и убивает Картера его же монтировкой. Коннелл убирает тело охотника, после чего докладывает о случившемся Майлзу. Вэл приходит по адресу, указанному на визитке, и с удивлением обнаруживает пустующее помещение на месте, где должен быть офис фонда Тиро. Рейган преследует Доджа, заставляя парня сесть на небольшое экскурсионное судно, однако здесь жертва встречается с очередной охотницей Кеннеди, которая оказывается мастером боевых искусств. Девушка легко пересиливает раненого парня и собирается убить его, но, к счастью, Доджу удается поджечь одежду охотницы. Кеннеди бросается за наглецом в погоню, но ему удается сбросить девушку в воду, крепко уцепившись за мост, под которым проплывает судно. Додж пытается укрыться в трущобах, где на него тут же нападает банда темнокожих отморозков. Бандиты обнаруживают, что на счету бедолаги лежит 15 миллионов долларов и требуют поделиться с ними. Кроме того, отморозки быстро выясняют, что сильнодействующее лекарство Доджа – это подделка, после чего жестоко избивают парня, который утверждает, что у него нет доступа к своему банковскому счету. В этот момент в убежище бандитов врывается Биджей – последний охотник, который быстро ликвидирует всех отморозков и собирается убить Доджа голыми руками, но его расстреливает один из недобитых головорезов. Вскоре появляется Коннелл, готовясь к длительной уборке кучи трупов. Додж выбирается из опасного района, но у него на хвосте уже сидит Никсон. Парень уходит от погони, после чего спешит в больницу, где он проходил обследование. Медсестра подтверждает, что его лекарство – подделка, а также объясняет, что крыло больницы, где обследовали Доджа, давно закрыто на ремонт. Парень в гневе звонит Майлзу, который спокойно подтверждает, что его действительно подставили, чтобы вынудить принять участие в игре. Майлз добавляет, что у Доджа нет никакого рака. Он испытывал головные боли из-за отравленных таблеток, которые ему подсунул Лугер, согласившийся пойти против друга за 50 тысяч долларов. Несмотря на открывшуюся правду, игра продолжается. Додж звонит жене, говорит, что у него нет рака и просит держаться подальше от Лугера, который представляет огромную опасность для их семьи. Вэлл сбегает от Лугера, но её похищают подручные Майлза, переодетые копами, и привозят к боссу. Додж идёт в заброшенный строительный магазин, в прошлом принадлежащий его отцу, надеясь укрыться там от охотников. Вскоре все трое убийц узнают местоположение жертвы и бросаются за ней в погоню. Додж заманивает Рейгана в ловушку и зажимает его руку тяжеленной конструкцией, причиняя мужчине невероятную боль. Следом жертву настигает Кеннеди, но вовремя появившийся Лугер убивает девушку точным выстрелом. Лугер догадался, что друг спрячется в хорошо знакомом ему месте и поспешил сюда, сразу после того, как Вэлл по непонятной причине убежал от него. В ответ на обвинение Доджа в предательстве, Лугер утверждает, что это ложь, он никогда бы не стал травить собственного друга. Двое выбираются из здания, после чего Додж устраивает взрыв, который убивает Рейгана, однако Никсону удается выжить. Когда прибывает Коннелл, чтобы убрать беспорядок, Додж, угрожая мужчине стволом, заставляет его признаться, что Майлз держит Вэлл в заложниках в его небоскребе Кэррингтон. Додж спешит к небоскребу и освобождает связанную супругу, однако тут же появляется Никсон, который загоняет жертву на верхний этаж, и тот едва не падает с огромной высоты. Охотник собирается добить парня, но видит восходящее на горизонте солнце и вежливо помогает Доджу подняться, так как прошли ровно сутки с начала игры. Никсон поздравляет парня с победой и фантастическим выигрышем в 25 миллионов долларов. А Майлз, улыбаясь, рассматривает досье жертвы для новой игры. Как вам фильм «Самая опасная игра»? Поделитесь в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...